Добрый день! Уважаемые любители физической культуры, спорта и здорового образа жизни! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». И совсем скоро мы станем свидетелями событий Олимпийского и Паралимпийского Токио. И, конечно же, я спешу представить нашего специального гостя в студии. Директора Ульяновской спортивно-адаптивной школы Виктора Баскакова. Виктор, здравствуйте! Добрый день, Илья! Недавно в прошлых передачах мы обещали нашим телезрителям, что обязательно покажем, как готовятся паралимпийцы к главному старту четырехлетия. И с этого я предлагаю начать нашу программу. Ни разу в своей жизни 22-летний студент Ульяновского педуниверситета Никита Кутуков не прыгал с парашютом. Однако почти каждый день используют его на тренировках. Ведь Кутуков – один из лидеров областной паралимпийской команды по легкой атлетике. И именно парашют помогает Ульяновску достигать в беге максимальных результатов. Бегать-то не люблю особо. Начнем с этого. Я как бы вот эти вот себе бег ненавижу. Вот прыжки, вот с радостью бы хоть весь день бы прыгал, а бег нет. А бегать и прыгать Кутукову в ближайшее время придется очень много. Спортсмен включен в состав сборной России для участия в паралимпийских играх, которые пройдут в предстоящем августе в японском Токио. На японских островах Никита выступит в 100-метровом спринте и в прыжках в длину. На играх собираюсь показать наилучший результат, побить, постараться мировой рекорд. Мировой рекорд сейчас на данный момент 7,58. Вместе с Никитой в токийскую поездку собирает чемодан еще одна представительница ульяновской королевы спорта – Анастасия Соловьева. Буквально на днях команда ульяновских паралимпийцев вернулась с южных тренировочных сборов и впервые в сезоне вышла на родной стадион труд. Сбор прошел успешно. Весь план выполнили. Все отработали на 100%. Полтора года назад Соловьева переехала из родной Свердловской области в Ульяновскую, где поступила в местный педуниверситет. В 2019-м она уже познала вкус больших побед. На чемпионате мира в Дубае Настя в составе сборной России взяла бронзовый эстафетти 4 по 100. Еще раньше, в 2016-м, на альтернативной паралимпиаде в Новогорске Соловьева, которая в минувшем апреле исполнилась 24, завоевала бронзовую медаль на своей коронной дистанции 400 метров. Стараемся, чтобы именно сам пик выпал на паралимпийские игры. Никита зимой уже установил рекорд России 7 метров 19 сантиметров в прыжках. Обновил свой же рекорд четырехлетней давности. Анастасия тоже в хорошей форме и двигаемся к главному старту. Два серьезных и ответственных старта ждут наших легкоатлетов в июне. В самом начале месяца в Польше пройдет чемпионат Европы. А в 20-х числах июня финальный предпаралимпийский аккорд – чемпионат России в Чебоксарах. Видимо, там и решится, будет ли представлен наш регион на Паралимпиаде впервые за 60 лет. Кстати, не только легкоатлеты завоевали право на участие в Паралимпийских играх в Токио. В составе национальных сборных команд есть и дзюдоисты. Виктор, лучше вы расскажите нашим телезрителям, кто из наших земляков претендует на право участия в Паралимпийских играх в Японии. На сегодняшний момент это четыре спортсмена. Два из них с нарушением зрения – это дзюдоистка Забродская Ольга, легкоатлет Шавриков Максим и два с поражением опорно-двигательного аппарата – Катуков Никита и Славьева Анастасия. Виктор, расскажите, пожалуйста, есть ли у наших ребят опыт участия в соревнованиях столь высокого ранга? Если мы говорим про Паралимпиаду, то пока еще не было такого опыта. Но, по крайней мере, чемпионаты Европы и мира наши ребята выступали и занимали призовые места и становились чемпионами. Конечно же, мы желаем нашим ребятам побед. Ну а следующий наш сюжет о виде спорта, в котором наша спортсменка Светлана Слуянова тоже претендует на поездку в Олимпийский Токио. Девять спортсменок нашего региона теперь в составе сборной России. Таковы итоги первенства страны среди девушек 13 и 16 лет, прошедших в Ульяновске. В команде Олега Тапина всего по три. Три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись воспитанницы клуба «Гулливер» Анастасия Панчкина и Кристина Галныкина, а также Зухрова Марбекова. Зухро было особенно сложно. В канун решающих боев она заболела. Я сегодня хотел вообще снять соревнования. Она как бы настояла, что будет боксировать. Я думаю, что только в плюс ей то, что выставила. А как по уровню бокса, конечно, нет. Это не ее уровень. Она боксирует гораздо лучше. У Марбековой в финале пришлось непросто, особенно из-за длинных рук соперницы. Но Зухро на этот счет нашелся свой контраргумент. В основном была проблема из-за роста, но я сумела подобрать с ней тактику. Наверное, за счет того, что я немного двигалась, растягивала и встречала. Четыре боя на ринге «Фокорион» провела Кристина Галныкина. Но особняком, конечно же, стоит финал. Надо было и звание чемпионки 2019 года отстоять, и с Евой Никитиной из Челябинска поквитаться. Кристина Галныкина со своими задачами справилась на отлично. В финале ученица Сергея Жукова была подвижнее и точнее соперница. Упорный бой. Соперница была победительницей Европы предыдущего года. Поэтому здесь могло быть все, что угодно. Но, слава богу, дома родные стены помогают. Мы победили. На родном ринге ульяновские девчонки проявили себя во всей красе. Не зря трудились в поте лица на сборах, не зря переживали их наставники. Трибуны «Фокорион» на протяжении недели рукоплескали спортсменам из 60 регионов нашей необъятной. Бокс в исполнении девчонок, возможно, будущих олимпийских чемпионок, понравился и именитым почетным гостям. Через следующие олимпиады и через одну наши те девочки, которые сейчас выиграли, могут попасть на олимпийские игры, заиграть в команде. И это будет для нас большой шанс. У нашей олимпийской надежды Светланы Салуяновой подрастает достойная смена. В состав сборной России по своим возрастам вошли серебряные призеры первенства страны Виктория Крайнова, Кристина Моисеева и Дана Варданян. А также обладатели бронзы Диана Шеледюкова, Ева Мамаева и Екатерина Чуносова. Ульяновская область становится одним из лидеров российского женского бокса. В том году проводили чемпионат страны, сейчас проводим, ну там женщины были, они говорят, ну в Ульяновск мы с удовольствием ездим и так далее. Так что делаем все, зависит от нас. Наш регион и в дальнейшем планирует проводить у себя крупные турниры, возможно даже международного уровня. Обсуждается проект о принятии в Ульяновске через 2-3 года европейского или даже мирового чемпионата среди женщин. Диктор, а отдали бы вы свою дочку в боксерскую школу? Честно скажу, вот дочке 5 лет и я бы, наверное, не отдал ее в единоборство, в бокс, потому что все-таки я считаю, что девушка должна оставаться девушкой и самые, можно сказать, прекрасные части, лицо и задевать как-то, бить по ним, ну, наверное, не очень приятно будет мне как родителю. В целом, конечно же, каждый родитель, и не только он, но и сам ребенок должен выбирать вид спорта. Может быть, поначалу все как-то пытаются разносторонне тренировать, развивать своего ребенка, и может быть, это будет игровой вид спорта, может быть, будет какое-то даже, скажем, единоборство, боксы, то есть все это может быть, каждый ребенок в последующем выберет сам, он может быть предрасположен к любому виду спорта. Поэтому ограничить его сразу же изначально, я думаю, это неправильно со стороны родителей. Недавно мы отпраздновали 76-ю годовщину Великой Победы, и многие спортивные организации посвятили свои соревнования празднику 9 мая. А об одном из таких мероприятий наш следующий сюжет. Ульяновец Николай Кужаков не раз выиграл ветеранское первенство России по кикбоксингу. Но вот уже три года подряд утро 9 мая начинает с большого электротетического пробега. От села Большой Нагаткино до села Нижний Тимирсианы в родном Цельнинском районе. 20 километров это тоже какой-то, ну как-то подвиг своеобразный, понимаете, не каждый побежит в 20-ку или марафон, именно таким бегом мы помним подвиги наших дедов. Поначалу эта акция была в память о дедах самого Кужакова. Один из них не вернулся с фронта, другой прошел всю войну, но остался инвалидом. В этом году к энтузиасту примкнули другие любители забегов. Поэтому полумарафон посвятили всем цельнинцам, которые не вернулись с Великой Отечественной. На старт, внимание, марш! Две дистанции на выбор. Первая 10 километров, вторая полумарафон. И никаких возрастных ограничений. Вместе с именитыми спортсменами по трассе бегут и юные воспитанники местной спортивной школы. Для них это не просто состязание, а возможность показать. Нынешняя молодежь также помнит и чтит подвиг советского народа, спасшего мир от фашизма. Мне было очень радостно, что в поддержку и спорта, и великой этой победы, которая была 76 лет тому назад, было очень много молодых людей. Для меня это проверка себя, в первую очередь. Также напоминание людям, что нельзя забывать героев своей страны. Дистанция полумарафона и 10-километрового отрезка пролегает по обычной автостраде. Благо, в этом году погода, как по заказу. Без дождя и с ярким солнцем. А легкий ветерок только добавляет приятных эмоций, говорят участники. Каждому из них на финише памятная медаль. Результат не имеет значения. Мой дед пропал без вести в 43-м году. Я посвящаю этот забег победу ему. Я горжусь своим дедом и считаю все воины, которые погибли, которые вернулись с армии, они достойные герои. И мы его всегда будем помнить, эту великую победу. Церемония награждения также скоротечна, как и церемония открытия пробега. Их роднит в изложении цветов к обелиску памяти. Здесь поименно все жители Нижних Тимирсян, которые не вернулись домой с войны. На следующий год пробег планируют сделать межрегиональным. Виктор, а сейчас настало время, чтобы вы рассказали нам и телезрителям, что это за необычная школа, которой вы руководите, спортивная и адаптивная. В нашей школе всего лишь 5 лет. То есть мы относительно молодые. Но за этот период мы уже смогли показать высочайшие результаты не только на уровне нашего региона, но и на всероссийском уровне, а также международном. За это время у нас появилось 2 заслуженных тренера России, 2 заслуженных мастера спорта и спортсменов, 4 мастера спорта международной категории, а также, честно скажем, несмертное количество мастеров спорта и кандидатов мастера спорта. У нас на сегодняшний момент занимается 214 спортсменов. Мы базируемся в здании техникум Олимпийского резерва, но все наши спортсмены занимаются на различных базах. Конечно, это здорово, что в Ульяновской области очень много спортивных комплексов, вновь построенных. Они также доступны для инвалидов, для людей с ограниченной возможностью здоровья. Но, конечно же, основная проблема. Хотелось бы нам, чтобы у нас был свой дом какой-то определенный, потому что я уже видел, что многие виды спорта строят свои дома, либо построены спортивные комплексы. Но нам бы построить свой центр адаптивного спорта, потому что действительно у нас очень много высоких результатов и очень много перспективных спортсменов, начиная с молодежи. 22 вида спорта развиваются в нашей школе. Это 4 основных направления, так называемые нозологии, то есть лица с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями. Ну что ж, мы уверены, что наши спортсмены-паралимпийцы еще порадуют нас своими успехами. Ну а сейчас давайте порадуемся успехом наших пловцов, которые уже вернулись с национального первенства с медалями. В 11 лет кандидат мастера спорта, в 13 – мастер спорта России. Ульяновская школьница Ариадна Фролова покоряет плавание семимильными грибками. Ее наставник Ольга Павлова говорит, что эта девушка – ее самая талантливая ученица. Я считаю, что у нее очень высокий потенциал. Мы сейчас направлены на выполнение нормативы мастер спорта международного класса, а там как бы удаст. Ариадна Фролова уже давно на карандаше тренера сборной России. При этом в плавание девушка пришла сравнительно недавно, второклассницей, всего 7 лет назад. Папа спал и видел ее с ракеткой в руках, но мама сработала на опережение и отвела дочку в бассейн. Я теннису не нравилась, потому что я боялась, что мячик прилетит в лицо. Поэтому мне плавание больше в душе. Первые тренировки Ариадне давались трудно, вспоминает Ольга Павлова. Девчушка порой плакала, но стиснув зубы тренировалась. И результаты не заставили себя долго ждать. Кроме высоких спортивных званий, в копилке Ариадны уже есть две серебряные награды переносной страны и одна бронзовая, которую она выиграла недавно в Волгограде. Дистанцию 800 метров Фролова впервые в своей карьере проплыла на 6 секунд быстрее мастерского норматива. Мне с Ариной очень легко работать. Она достаточно восприимчивая, не капризная, очень исполнительная. Несмотря на юный возраст, Ариадна Фролова мечтает о победах на самых крупных состязаниях. Ее амбиции выходят далеко за пределы маленького, но уютного бассейна «Юность», где она тренируется по два раза в день – утром и вечером. При этом копирует пятикратную чемпионку Олимпийских игр американку Кэти Ледеки и намеревается когда-нибудь сразиться с ней на соседней дорожке. Плаваю, прям живу почти. Когда бывает болею, прям скучаю по бассейну. Предстоящим летом Фроловой будет не до каникул. 18 мая она отправляется в Волгоград на тренировочный сбор национальной команды России. А в самом начале июля – соревнования за Кубок страны. Главный летний старт для отечественных пловцов. Виктор, как вы считаете, есть ли у наших спортсменов шансы побить рекорды Станислава Донца, Сергея Прохорова? Я уверен, что есть. И я думаю, что это произойдет в ближайшие годы. И даже больше скажу, что у нас среди паралимпийцев-сурдолимпийцев есть ребята, которые уже занимают высокие места в плавании на чемпионате России, например, Паняев-Глеб. Есть наша известная димитровградская пловчиха Николаева Наталья. И я уверен, что к 2024 году в Париже на следующей паралимпиаде наши пловцы покажут себя достойно и будут выступать и развивать этот вид спорта. Ну что ж, здорово! А чем нас порадует будущая спортивная неделя, вы узнаете из следующего выпуска программы. Сегодня с нами в студии был реальный директор адаптивной спортивной школы. А с вами был реальный спорт Ульяновск. Пока!